Её боязнь собак была обусловлена детской травмой. И неважно, какая была собака – огромная или маленькая шавка типа Моськи из известной басни. Ещё маленькой девочкой родители повезли Алену на лето в деревню к бабушке с дедушкой. Там она гоняла с местными ребятишками по улице целыми днями в поисках приключений, в играх и забавах. В это время в соседском дворе собака принесла щенков. И вот как раз один из щенков пролез через дырку в заборе на их участок. Алена схватила на руки малыша. Ей так хотелось потискать этот маленький плотный комочек. Но вдруг дорогу ей преградила неизвестно откуда взявшаяся мать щенка. Она не лаяла и не нападала на девочку, а только злобно зарычала и скалила свои огромные зубы. Слава богу, что вовремя появился хозяин собаки и все благополучно закончилось. Но четырехлетний ребенок с тех пор до дрожи в коленях боялся собак. И вот сегодня на пустынной аллее парка, через которую Алена обычно возвращалась с работы, возникла одинокая фигура огромного пса. «Хороший ты, песик, хороший!» – шептала Алена, медленно пятясь назад. Девушка решила от греха подальше дойти до дома по другой аллее. Она старалась идти медленно и спокойно, но при этом каждую минуту оборачиваясь. Пес шел за ней, но на небольшом расстоянии, как будто понимал все страхи Алены. «Какая умная собака!» – подумала девушка, очередной раз оглядываясь на своего случайного провожатого. «Близко ко мне не подходит, словно чувствует, что я боюсь. Но зачем он за мной идет? И где его хозяин?» Ответов на свои вопросы она, конечно же, не знала. Девушка быстро вбежала по ступенькам на крыльцо подъезда и открыла дверь. Собака даже не попыталась зайти, просто сидела и смотрела вслед закрывающейся двери умными глазами. Пулей влетев домой, только сбросив с себя пальто и сапоги, Алена бросилась к окну, чтобы убедиться в том, что пес ушел. А собака как будто только этого и ждала. Увидев девушку в светящемся окне, пес повернулся и пошел своей дорогой, иногда оглядываясь, как будто хотел убедиться, что Алена точно дома и в безопасности. Девушка поймала себя на мысли, что совершенно перестала бояться этого здоровяка, а как раз совсем наоборот, он внушал ей доверие и надежность. Так пес стал поджидать Алену каждый день на аллее парка и провожать домой до самого подъезда. С каждым разом он подходил к ней все ближе и ближе. Он упорно провожал ее до самого дома, как надежный телохранитель. Алена стала постепенно привыкать к своему новому и загадочному рыцарю. Однажды пес зашел за ней прямо в подъезд, и Алена решила, что раз он ее сам выбрал на темной аллее парка, значит это судьба. Пусть живет с ней в квартире, тем более, что она его уже совсем не боялась. Да и вдвоем все-таки веселее. С недавних пор Алена осталась совсем одна. Давно умерла бабушка, к которой она на лето ездила в деревню. Потом отец погиб в ДТП, как-то нелепо в одночасье. Мама долго горевала по нему и пережила его всего на пару лет. Остался у Алены только один дедушка, инвалид войны, который ни в какую не хотел переезжать к ней в город. Но она часто его навещала. Ну вот, а теперь волею судьбы она будет не одна. Алена впустила пса в открытую дверь, а он вошел так, как будто только и ждал этого приглашения. Алена стала рассматривать собаку. Это был крупный пес светлого окраса с большой головой и мощными лапами породы Алабай. «Как же тебя назвать, и почему ты бродишь по городу совсем один, мой верный рыцарь?» – подумала Алена. Она вспомнила, как в детстве читала книгу про рыцарей времен короля Артура. Она решила, что такому красавцу очень подойдет королевское имя Артур или просто Арти. «А что, по-моему, это очень красиво», и она потрепала пса по холке. Арти позвала его Алена. И, как ни странно, пес сразу отозвался. Видимо, ему понравилось это имя. Он сидел рядом с девушкой и готов был исполнять любые ее команды. Так Арти поселился в квартире Алены и стал ее самым лучшим и надежным другом. Он стал ее семьей. Они ходили гулять по вечерам, и ей было совсем не страшно на темных аллеях парка. Вчера позвонили из деревни. Соседка дедушки тетя Нюра сообщила, что ему на этой неделе уже три раза вызывали скорую. Было плохо с сердцем. Она торопила Алену, чтобы та незамедлительно приехала к деду. Взяв отпуск на работе, девушка поспешила в деревню. Арти тоже поехал с ней. Оставить его одного она не могла, а просить кого-то присмотреть за ним ей было неловко. Не хотелось утруждать знакомых. Все-таки собаку надо кормить и выгуливать два раза в день, а это хлопотно и занимает какое-то время. Врач категорически сказал Алене, что ее дедушка больше не может жить один. За ним нужен постоянный уход, дорогие лекарства и процедуры. Что ему нельзя нервничать, напрягаться. И что Алена, как единственный родной человек, должна взять на себя все заботы о нем. Она это и сама понимала и давно уже хотела, чтобы дедушка переехал жить к ней в город. Но раньше он не соглашался, а теперь вопрос стал, как говорится, ребром. Никакие отговорки больше не принимались. На семейном совете они решили, что дом в деревне надо продать. Деньги, конечно, небольшие, но зато дедушке хватит на хороший уход и необходимые лекарства. Им повезло, и покупатель нашелся довольно быстро. Дом купила под дачу пожилая пара из города. Алена проводила покупателей до автобусной остановки и договорились, что через месяц она освободит дом и перевезет дедушку к себе. Вечером после ужина дед отправился спать к себе в комнату. Алена убирала со стола, мыла посуду. Арти спал в дальней комнате на коврике возле дивана. Тихо напивая себе поднос, девушка даже не заметила, как в один момент в дом ворвался вооруженный человек. Через секунду Алена почувствовала, как кто-то схватил ее за руку, а потом приставил нож к горлу и стал требовать деньги, которые она получила от продажи дома. Отпустите, иначе я закричу, хватка на руке только усилилась. Попробуй, издевательски произнес мужчина, и я тебя быстро и навсегда успокою. В тусклом свете лампа мелькнула лезвие. Что делать? Попытаться вырваться? А если он успеет ударить ножом? Попробовать договориться? И это не вариант. Грабитель вряд ли согласится на какой-то компромисс. Не для этого он ворвался в дом с ножом. Ее панические размышления прервал громкий крик. На ее счастье все это услышал пес, который вырвался из комнаты и тут же поспешил на помощь хозяйке. Увидев происходящее, он впал в ярость. Такой прыткости и резкости от него никто не ожидал. Хватка на руке неожиданно исчезла, а нападавший оказался на полу. «Отпусти, чертова псина!» – истерически кричал мужчина, пытаясь вырвать свою руку из пасти собаки. Нож оказался в паре метров от него, и девушка, не теряя времени, пнула опасное оружие подальше под стол. «Охраняй, Арти, охраняй!» – приказала она псу, а я сейчас бегаю за участковым. Вдруг я не его жертва. В это же время на пороге кухни показался дед с охотничьим ружьем. Старый ветеран незамедлительно бросился в бой на защиту своих родных. Собака послушно села рядом с неудачливым грабителем. На каждое его движение Арти скалил окровавленные клыки и угрожающий рычал. Лишь когда на мужчине защелкнулись наручники, пес подошел к сидящей на стуле Алене и успокаивающий положил голову ей на колени. Девушка крепко обняла своего спасителя. Она плакала, уткнувшись в густую шерсть собаки. «Как же я могла раньше бояться таких преданных и благодарных созданий?» – Алена сама не понимала. Но теперь-то у нас все будет хорошо. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!